В последнее время экологи все чаще проводят разные акции, выставки, субботники, семинары, конференции, научные исследования и благотворительные сборы. Так, в День защиты окружающей среды в деревне Горки приготовили для детей познавательные мультфильмы и игры. Я не вижу тучку. Да. И пристроившись рядом с солнцем, при трилоге было с собой. Каждый день в мире случаются техногенные катастрофы, изменения климата, вымирания редких видов животных и растений. Экологи всеми силами пытаются сохранить целостность природы и спасти максимальное количество живых организмов. Очень важно с малого возраста привить детям любовь, бережное отношение к планете, на которой мы живем. По-моему, основная цель любых экологических мероприятий – это, конечно, привлечь внимание к проблемам экологии, которые сейчас существуют. Ну и, собственно, мы знаем, что самое главное начинать с детей. То есть любое просвещение, оно лучше всего, конечно, идет с детского возраста. Поэтому, чем дети младше, тем больше им можно объяснить об экологии, чтобы они задумались об этих проблемах. К всемирному празднику в досуговом центре юность подготовились заблаговременно. Красиво оформили аудитории, а также дети сделали себе красивые браслеты в виде цветов. Для Кати Вахитовой такое занятие оказалось новым. И, несмотря на сложность рукоделия, ей так понравилось, что со своим цветком на руке она теперь не расстается. Мы брали ленточку, у нас были заготовки, там были картонные кружки, и нам давали гофрижеванную бумагу. Мы ее складывали и вырезали эти лепесточки. Вместе с художественным руководителем дети с удовольствием посмотрели экологические ролики и поиграли. Но самое главное, ребята поняли, что каждый человек в ответе за природу. Не загрязнять природу. Ну, самое главное. Пытаться бороться с тем, что кто-то загрязняет природу. Чтобы мы не рушили природу, чтобы мы не мусорили. И чтобы, ну, когда мы стали взрослыми, мы были порядочными людьми. Каждый, кто считает своим долгом защищать природу и заботится о безопасности всего живого, всегда найдет, как это сделать. Ответственность нынешнего поколения даст возможность нашим потомкам жить на планете Земля без страха за свое будущее. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева.